Слава Украине! Привет всем от Полонского! Продолжается финансовая изоляция России. Причем, знаете, это не продолжается, а усиливается финансовая изоляция России. На этот раз речь идет о следующем. Полностью останавливаются переводы физических лиц за рубеж. Имеется ввиду любые переводы, которые исходят из России. То есть получается, что последний банк, который занимался в больших объемах вот этими переводами, именно Райфайзенбанк, он прекращает вот этот сервис давать с 3, нет, со 2 сентября. Ну, не суть важна. И то, и то одинаково, да? То есть перевести деньги переводом из России куда-либо станет вообще теперь невозможно. Виза там не работает и так далее. Не, они, конечно, найдут какой-то выход, будут переводить через какой-то киргизский банк. Я условно говорю киргизский, сейчас может не киргизский, а еще в Эмиратах и так далее. Потом это американцы, этот банк залочит, будут искать какие-то обходные пути. Ну, а вы же прекрасно понимаете, как только находится обходной путь, вот этот путь моментально обрезается. Что же заявила группа, которая принадлежит вот этот Райфайзенбанк? Они сказали, нам жалко, если ситуация рушит ваши финансовые планы, но мы никак не можем повлиять на это решение, потому что это директивы Европейского Центробанка. Если мы ее не выполним, соответственно, нам гоплык. Все просто. Вот. Таким вот образом, еще больше ограничивается участие россиян в мировой экономике. Это в данной ситуации даже не в мировой, хотя даже тоже в мировой экономике. Эти переводы бывали в другой раз значительными. И с них подпитывались, вы прекрасно понимаете, и путинская агентура за границей и так далее. Но если отбросить путинскую агентуру, которой там, конечно, много, и всяких там пропутинских блогеров, которые с утра до вечера пачкают в интернете, то всех остальных тоже наказывают. Наказывают почему? За вот это молчаливое согласие с путинской агрессией, за то, что все эти годы голосовали за Путина, за то, что говорили, что мы вне политики. Ну вот, вне политики, значит, вне политики, вне денег тоже.